Всем привет, друзья! Сегодня я нахожусь на одном из городских прудов, куда я пришел, чтобы половить окуня. Но главной целью моей сегодняшней рыбалки был тест вот этого моего нового бюджетного комплекта, который включает в себя удилище Shimano Force Master Trout Aria с тестом до 3,5 грамм и катушку Shimano Sahara в тысячном размере. Также здесь намотан шнурок Akoy 005 Mask Ultra и ловил я в основном на микроджиг и также под конец попробовал микроколебалочки. Рыбалка прошла очень интересно, поклевок было очень много, я даже не ожидал, что в такую погоду, в жаркую, на городском пруду, который прессовали весь прошлый год, можно будет так неплохо половить. Так что ролик будет интересным, с разными мыслями, высказываниями, с множеством поклевок, множеством поимок. И самое главное, тест, успешный тест вот этого нового комплекта, которым я остался крайне доволен и могу смело рекомендовать. Хотя удилище и форелевое, но ловить на него окуня было очень приятно и в целом сегодня от рыбалки я получил максимум удовольствия. Окунек достаточно быстро на втором забросе. Ну такой, неплохой. Так, идем туда. Опа, поклевка. Ага, есть. Есть. Ох ты, отвалился. Ох ты, есть, догнал. Да, палка звонка. О, какой красивый. Темный. Есть. есть такой маленький но и 100 вот что нравится в палке пока что что она не сливает рыбу прям нападение сорвался опять про нападение на этот раз попался ну какой глотает жадно активная кунек есть догнал с третьей попытки ой неплохой иди сюда о какой есть о маленький какой ой ох ты какая подтяжка сразу в первый заброс и небольшой так иди сюда есть малышок вот кто это щучка что до щуренка отцепился вот такой грамм 100 что-то догнал совсем прям малыши вот такие клюют сколько у нем грамм 20 15 вот такой вот и давай-давай есть долго всасывал вот еще один плюс мягкой палки то что можно дать ему всосать и он не чувствует такого подвоха как на жесткой и это касаемо только табуляров потому что на солиде тоже мягкая вершинка она сглаживает вот эту жесткость бланка и окунь раньше времени не чувствует что его пытаются поймать и поклевочка хорошо смотрите по шнуру есть только хотел может подогнать как кто-то мне писал самые поклевки у тебя когда ты отгоняешь может ну да так и есть хорошо смотрите по шнуру потому что он яркий оранжевый и в то же время чувствуешь поклевки в руку но стоит найти стайку и поклевка за поклевкой окушок активный он стоит там где малек и стоит не по одному не по два стоит такими ну как сказать небольшими стайками группами есть есть ну вот поклевка прям четко на падение о отцепился даже вот такого кушка там весом 15-20 грамм поклевку на падение я чувствую отлично несмотря на то что бланк жидкий но именно из-за этого получается больше резонанс ну и окунь плюс активный потому что осенью тут же ловишь он почти что весь ловится со дна просто с подвисанием вот как сейчас этот просто повис ну вообще в целом комплект получился такой бюджетный но в то же время достаточно рабочий чувствительный и от ловли даже вот такого мелкого окуня я сейчас получаю максимум удовольствие потому что палочка до 3,5 грамм не совсем лапша как та же тропара катушечка стоит тысячная легкая это шумана сахара кстати брал на алиэкспресс стоило что-то там 4 тысячи рублей так что ссылку оставлю продавец официальный поставщик то есть никакого кидалова никакого брака никакого левака катушки оригинальные шнурок стоит окой 005 который новинка очень тонкий хорошо вылетает ну и приманка у меня стоит 1 грамм маленький крючок одинарный где-то номера 12 наверное и приманка от Алексея Кривошейна копия от Джерингера ну вот собственно такой комплект позволяет далеко кидать метров на 25-30 1 грамм пока на большой воде не клюет точнее как о поклевка прибыла клевать то может быть и клюет поймать невозможно в этом году какой-то вообще не знаю аномальный сезон сначала было прохладно потом жарище ужасное рыба не клевала абсолютно еще и потравили тут у нас рыбу зимой ну кстати не сильно это сказалось на популяции может быть даже насчет отравы все это и байки потому что рыбы в реке достаточно много я хожу постоянно рыба гуляет но вот поймать ее невозможно из-за того что вылетел мотыль причем так массово что я никогда в жизни столько не видел просто вся площадь реки сплошь покрыта шкурками от вылетевшего мотыля то есть он окуклился превратился в комара очень массово и шкурки остались и они плывут словно пух огромным слоем ловить жереха невозможно вот тоже спрашивают когда жерех когда нормальная рыба ну не могу я ее ловить невозможно поймать потому что невозможно сделать проводку мы вчера поехали специально в два часа утра приехали на любимое мое место где все время наклевал жерех все короче закутки где более менее тихо сплошь просто вот таким слоем сантиметровым покрыты вот этими шкурками от комаров то есть ты бросаешь волкер делаешь буквально там полметра проводки и он перестает играть потому что тройники набирают вот этих шкурок то же самое с воблерами то же самое с колебалками на тройники на поводок на шнур просто пучками вот как пух налипает только это вместо пуха плывут шкурки от насекомых я никогда такого в жизни не видел чтобы так массово вылетал мотыль хищника невозможно ловить по причине того что просто не сделаешь проводку это вот касаемо клязьмы а на других реках там колок шанеры очень много травы это касается стоящих водоемов я сегодня пришел на верхний пруд посмотрел и уже хотел домой развернуться потому что там вода вся зеленая словно кисель такая тягучая народ купается как то я не знаю как в этом можно купаться реально вот самая такая близкая ассоциация которая приходит на ум это кисель то есть ты делаешь забросы там у тебя просто вот так вот как тенета какие то мотаются здесь тоже вот цветет потому что они соединяются ручьем но здесь хотя бы только сверху плавает вот эта гадость а снизу там прозрачно и нормально в общем вот такой сезон так что с жерехом пока что придется подождать ну и собственно поэтому я и пошел ловить окуни вот сюда на пруд ну и потестировать новый комплект ссылку на магазин где я покупал удилище я также оставлю под видео что касается катушки конкретно то в принципе за 4000 рублей очень даже ничего потому что даже когда страдик я достал из коробки то намотка мне изначально не понравилась и пришлось подложить одну самую тонкую шайбочку под шпулю здесь же прямо из коробки идеальная намотка конкретно вот у этого экземпляра люфты конечно есть небольшой люфт кнопа небольшой люфт главной пары но за 4000 рублей для ультралайта в принципе катушка весом 215 грамм то что нужно ну и также пару слов о шнуре шнурок реально тонкий прочный сегодня о поклевка какая была с потяжкой сегодня уже не раз мне приходилось продирать траву всего один раз я оторвал и в то же время шнурок достаточно чувствительный даже я сказал бы весьма чувствительный и с хорошим вылетом летает по моему даже лучше чем садак инфинити которым я ловил в прошлом году это если сравнивать конечно с бюджетными шнурами так что в принципе можно не крушить не только солидами но и достаточно жидкими палками конечно эта палка не совсем лапша как вот у меня в том году друзья все ловили на тропары был какой то у них просто бум помешательство на этих тропарах всем не крушили мормыши ими я сразу сказал что нет это не мое слишком слишком жидко во первых жидко во вторых баланс мне не понравился у тропара ни у одной ни у короткой которая там 163 по моему сантиметра не у более длинной которая по моему 184 все равно мне они обе показались слишком какими-то хлыстоватыми здесь же баланс мне кажется идеальным колечки стоят очень маленькие именно в плане раннингов но с большим внутренним диаметром что позволит ловить также и в мороз ну куда ты ушел то то на каждой проводке то вообще нету похоже перемещается тут его и утки испугали может быть малек отошел либо весь накололся потому что он стоит не такими уж большими стаями там не знаю порядка может быть 15-20 голов в одной стайке поищем по секторам старый добрый прием о котором я как раз рассказывал на этом же водоеме просто ищем сектор начинаем оттуда где плевало и постепенно будем смещаться особенно по холодной воде это актуально потому что окунь может занимать самые разные места как глубокие так и более мелкие с травой без травы ну сейчас вот лето конечно больше шансов его поймать там где мельче трава но в то же время какой-то окунь по-любому стоит на глубине но одним сегодня окунь уже точно порадовал это тем что он клюет жестко если бы он просто вис я бы такого удовольствия не получил потому что все таки удар когда в руку особенно такой короткий жесткий это гораздо приятнее и к слову именно так же на клязьме сейчас клюет судак поклевка словно 20-граммовый окунь такая тик причем на палку унцовую ты чувствуешь ее ну как будто просто вот пук и все подсекаешь а там судачок вот такой залез под бровку собака поклевка тюк уже который раз такая поклевка у меня двести пятьдесят триста грамм вот такой давай есть да вернулась о какой заглот такой маленький окунелка глотает всю приманку это говорит о том что он питается не совсем мелким мальком а примерно вот такого размера иначе бы он скорее всего просто прикусывал и в свою очередь это нам говорит о том что окунь здесь растет быстро раз он питается более крупной добычей ловлю сегодня на две приманки всего всю рыбалку а нет вру на три сначала ловил на копию фиштейла там буквально с первых забросов оторвали у него хвостик но это никак не повлияло на то что его продолжали жрать потом я его оторвал поставил копию кроя улича но ее постоянно только теребило странно приманка тонкая плюс я ее укоротил но постоянно она выдает очень много пустых поклевок казалось бы вот подвижная тоненькая должна влетать ему в рот даже самому маленькому просто на раз но по факту нет почему то на нее очень много пустых поклевок и потом я ее поменял вот на копию от жрингера и пока что ловлю на нее всего за рыбалку я использовал три приманки не три модели а три приманки а так может быть ловил бы на одну которую оторвал то есть резина мягкая у алексея но в то же время она еще и долговечная выдерживает много поклевок много забросов иногда разбивается крючком но ее просто перенасаживаешь вверх ногами если она пассивная и в принципе дальше продолжаешь ловить пока она совсем не разобьется а будет это не скоро поклевка тут была опять стащил вот эта поклевка называется на грани интуиции тачка не было но было такое не знаю как будто дуновение ветра поколыхало шнур и удилище такое конечно сравнение странное но не знаю что придумать более близкое как будто вот ветерком подуло хотя ветра нет и это поклевка кстати у меня там еще новиночки лежат от алексея которых у меня еще не было это копия моси копия как же это называется приманка от кейтек забыл забыл название блин вот так бывает маразм и копия вороны которую кстати я уже порыбачил поймал несколько судачков мелких не знаю буду выкладывать те видосы не буду какие-нибудь может быть выложу или вставлю просто в этот ролик ездили на ночь уже сколько раз специально чтобы застать и вечернюю зорьку и утреннюю ночь сейчас длится всего там 2-3 часа буквально ночи короткие начало июля но толку большого нет жерех либо не клюет либо невозможно его просто ловить из-за того что грязь а судак вот такой мелкий буквально там 250-300 грамм а есть слабая слабая поклевочка вроде размер получше да чуть-чуть но все равно вот там в траве с утра ловились самые крупные опять же поклевка такая на грани интуиции сначала был блин прям сразу нападение сначала был первый контакт я даже не понял поклевка это или что и потом со второго . опа отвалился опять же повис просто вообще без поклевки вот это уже осенний стайл хотя размер такой ну вроде не чешный такой о о нашел поклевка опять же на грани интуиции о и размер такой уже получше грамм 50 а то и все 60 а то и все 60 вот поклевка слабая а приманка вся в пасте вот такой окунь попадаются разных цветов здесь почему-то одни светлые как в том пруду другие темные прямо как торфяные и третьи такие золотистые самые красивые как хорошо было утром никого туман тишина сейчас уже народ просыпается шумно скоро дачники выйдут с вопросами клюет не клюет а на что а как но самый главный вопрос это где это не в плане того что когда ты ловишь стоишь хотя бывает и такое что стоишь ловишь а где именно блин да везде когда ты отчет пишешь человек отловится хорошо или плохо главное чтобы была рыба и сразу вопрос где а если напишут примерное направление или водоем то а где именно то есть людям нужно уже показать конкретно точку не просто водоем куда им поехать где кто-то отловился а прямо вот куда встать куда забросить и лишь бы побольше поймать я с этого конечно просто офигеваю о с подтяжки попался редкое явление ох какой маленький а фрикцион затрещал как о размерчик подвис нет не такой уж и большой просто подвис но приманка вся в топке ух ты опять с подтяжки попался причем прямо под ногами ну вот на одну приманку я уже сколько поймал десятка 3-4 наверное плюс сколько поклевок пустых сходов ну сходов кстати не особо много наверное но десяток не больше и то они все уже под ногами ну вот ооо вроде получше размерчик трясет так да неплохой неплохой но все равно такой приятный поменяю я приманку какую-нибудь другую например можно попробовать вот такой виброхвостик и кстати да вот у меня новиночки от алексея ну это опять же вот кройл лич ну а вот это самое интересное это мосе то что я у него лично заказал сделать он купил форму и вот теперь он льет мосю ну и вот такие забыл блин название это китэч также называется не помню ну в общем думаю вы поняли что это за приманка здесь наверное она сейчас крупновато будет по такому окуню ну и моси я думаю тоже будет великовато потому что окушок в основной мелкий а приманка широкая разлапистая ее будет просто щипать отрывать от нее усики ну в общем вот теперь еще и моська появилась размер по моему 2 дюйма вот у этой да 2 дюйма цветовая палитра самая-самая широкая так что можете посмотреть ну а мы продолжим ловить на старые приманки о поклевка и на виброхвостик проводил я его уже не дрочкой а такими плавными потяжками на виброхвост тоже клюет вот вот второй заброс снова на потяжках окуневая потяжка И вот он клюет и на виброхвост Только нужна другая проводка Не дрочка, как на пассивные приманки, не подбросы А именно такие потяжки или даже может быть простая ступенька Вот коротким спиннингом очень удобно делать разнообразие в анимации Особенно это касается не дрочки, а именно потяжек и подбросов На длинном спиннинге сделать качественные подбросы или потяжки вверх Очень тяжело, они получаются слишком разгонистыми И ты просто не успеваешь работать катушкой Проводка получается такая хаотичная, ломаная, некрасивая Рука устает, рыба хуже ловится Именно удилище до 2 метров здесь наиболее оптимальное Именно в плане вот такой анимации Ну а дрочку в принципе можно делать даже там 7,5-8 футов Но опять же, надо ли оно? Насколько ты выиграешь в дальности заброса Ну в метрах может быть там метра на 3-4 Но это не стоит того, чтобы терять в основном в анимации и в удобстве ловли Попробуем снова вот сюда Вдоль берега И сразу же поклевка Не успела упасть О, это сегодня походу чемпионский Да, я думаю, это сегодня самый крупный Ну это уже грамм 70 точно Вот опять же, где он стоит, он берет сразу Не нужно даже проводку делать Достаточно попасть ему под нос Здесь два варианта Либо ты попадаешь ему четко под нос Либо где-то в поле видимости Он очень быстро подлетает, так как он активный И хватает Может быть там с двух метров, с трех Плюс вообще вот активные приманки Особенно виброхвостики Хороши, когда ловишь ветер Когда боковой ветер Ты не можешь держать удилище вот так Чтобы делать качественную анимацию Приходится ловить вот так или вот так И анимация получается слишком амплитудной И слишком такой размашистой Слишком жесткой То гораздо выгоднее ставить именно активные приманки И вести их просто подтяжками Или какой-то там просто равномерной Полуравномерной проводкой Ступенькой обычной Поэтому нужно иметь как пассивные приманки Я в принципе больше приверженец именно их В микроджиге Но также и активные Иногда на них просто лучше клюет Иногда в некоторые условия Они позволяют лучше ловить Вот как я описал выше В ветер, например Ну и просто ради разнообразия Уже поклевки редкие И такие Как слабые тычочки Или подвисания О Вот, просто повис Небольшая потяжечка была И вся О, какой маленький Совсем забыл, что у меня с собой колебалки А кой Вот такую О, поклевка была Есть, есть Сидит Хе-хе Попался на колебалку Какой маленький Вон она Хе-хе-хе А ударил как Я сначала даже и не понял Что он попался Есть Ах ты сошел Сколько времени шел тюкал Опа А нет Что это? А нет, окунь есть Хе-хе Просто с тиной Помахнулся Я уже думал Что-то крупное Такой ударчик И сразу тяжесть О, еще поклевка была Вот на эту колебалку берет На малька Комплектом я остался крайне доволен Поклевки очень четкие Вываживание рыбы Даже маленькой Приносят кучу эмоций Так что смело могу рекомендовать К покупке Как удилище Так, собственно говоря И катушку И шнур Такой комплект Который выходит Там буквально в 10 тысяч рублей Принесет вам Очень много удовольствия Ну а на этом все, друзья Спасибо за просмотр Не забывайте подписываться на канал Оставлять лайки И комментарии А я желаю вам Удачи Больших трофеев И, конечно же Ни хвоста вам Ни чешуе Всем пока Кстати, заказать Это удилище И другие снасти Можно в интернет-магазине Fish Market Pro Ссылка в описании